Стать жертвой аферистов, увы, проще простого. Мошенники постоянно совершенствуют способы кражи денег и ежедневно заставляют десятки ивановцев отдавать им свои кровные. В полицию регулярно обращаются пострадавшие, которые фактически сами вручили накопление в руки злоумышленников. К сожалению, правоохранители не могут похвастаться высокой статистикой раскрываемости подобных преступлений. Данный вид преступлений с точки зрения его раскрытия очень сложен и достаточно трудозатратный. То есть очень много времени может пройти с момента регистрации сообщения до его раскрытия. В следствии того, что мошенники используют специальные средства, которые затрудняют их опознавание в сети интернет и так далее. В день таких мошенничеств дистанционных, так мы их назовем, совершается, точнее регистрируется сотрудниками полиции порядка от 5 до 12, может, в день зарегистрировано. На самом деле и гораздо больше. Одна из распространенных схем кражи денег с банковской карты связана с покупкой или продажей вещей через интернет. Самое простое – злоумышленник предлагает перевести залог, а после пропадает. Сценарий посложнее, когда гражданин сам выступает в роли продавца, а мошенник просит сообщить номер банковской карты и код безопасности, расположенной на обратной стороне карты, якобы для того, чтобы перевести деньги за товар. Делать это ни в коем случае нельзя. Не забывайте соблюдать три основных условия безопасного использования банковских карт. Это не сообщайте никому свои персональные данные, не сообщайте пин-код своей карты, СВВ-код, который обозначен на оборотной стороне карты, и те СМС-коды, которые вы получаете для подтверждения той или иной операции. Знайте, что для того, чтобы вам зачислить деньги на карту, достаточно знать только номер карты. Нередко джентльмены удачи представляются сотрудниками банка. Сообщают, что карта заблокирована. Для восстановления доступа нужен номер, код безопасности, три цифры на обороте, или четырехзначный пин-код. Мне сегодня с утра позвонили и представились с сотрудниками Сбербанка, спросили, пользуюсь ли я онлайн Сбербанк, есть ли у меня карта. Я сказала, да, пользуюсь. А когда вы последний раз пользовались? Я говорю, вчера. А сейчас, в данный момент, с вашей карты хотят перечислить деньги в Пермь на сумму 9900. Вы выполняли сейчас эту операцию? Я говорю, нет, я этого сейчас не делала через Сбербанк онлайн. Говорит, давайте тогда сведемся, скажите номер вашей карты и пин-код вашей карты. Я говорю, а зачем вам нужны мои данные, если вы сотрудники Сбербанка и так должны знать? И сразу же повисла тишина, положили трубку. Чтобы не попасться на удочку мошенников, ко всем операциям с банковской картой нужно относиться скептически. Не передавать третьим лицам коды из СМС, цифры на оборотной стороне и, конечно, не сообщать пин-код. В этом случае вероятность хищения средств минимальная. В противном случае следует сразу же позвонить в банк и самостоятельно заблокировать карту. Если деньги уже списали, незамедлительно обратиться в полицию. Максим Серебряков, Антон Осипов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.